Добрый день, уважаемые наши зрители и слушатели! Продолжаем наши диалоги под часами, под часами нашего любимого, дорогого отца Дмитрия. Сегодня в студии священник Федор Лукьянов. Здравствуйте! Отец Федор ныне настоятель храма в Благовещении Пресвятой Богородице в Петровском парке, действительно, Митрофана Воронежского на Хуторской. И можно смело сказать, что отец Федор преемник отца Дмитрия на его посту, в том числе не только как настоятелей наших храмов, но и как глава комиссии Московской Патриархии. Вообще, когда в церкви происходят какие-то достаточно важные, в чем-то, может быть, эпохальные события, это, конечно, привлекает внимание и верующих людей, и не только верующих людей, внимание мира, а, конечно же, кончина нашего дорогого отца Дмитрия, протерея Дмитрия Смирнова. Это событие было очень заметное и для мира в том числе. И, конечно же, любопытство по поводу того, кто фактически заступил на место его настоятельства и стал во главе комиссии, оно себя неизбежно проявляет. И вспомним и отца Дмитрия в сегодняшнем нашем сюжете и поговорим о том, как это преемство осуществилось. Ну, можно это назвать операцией преемник? Вполне, вполне. Потому что Дмитрий, как я понимаю, он вот это... Приступил к осуществлению такого вот преемства еще при жизни. Я так понимаю, что он вам прямо как-то предложил какое-то время назад? Ну, с батюшкой мы давно работали вместе. Я старался быть незаметно рядом в тех, скажем, наших баталиях, связанных с защитой традиционных семейных ценностей. Вот. И батюшка поручал мне, когда очень ответственные задачи. Вот. И, ну, тем не менее, несмотря на все, что я уже как-то его изучил за это время, было неожиданно, когда он больше года назад, фактически вот мы с ним остались после одного мероприятия, и он сказал, что ты должен готовиться. Вот. Я говорю, батюшка, ну, слава богу, все в ваших руках, и вы доброго здравия. Вот. Но, тем не менее, это было такое вот очень серьезное и очень убежденное его. Он очень хотел от меня, чтобы я был согласен на это, чтобы я свою волю проявил. Больше года назад. Больше года назад, да. И, ну, что же, я, так сказать, сказал батюшка, мне главное, чтобы жило наше дело, чтобы комиссия, она исполняла свое служение в защиту жизни детей. Вот. И поэтому ничто же вопреки ему глаголов. Наоборот сказал, что сделаю все, батюшка, ну, под вашим чутким руководством. А вот так батюшка, ну, кажется, видел, в общем-то, заранее, что будет, чувствовал, по крайней мере. И, конечно, это было для меня очень неожиданно, что так все произошло. Ну, выбор отца Дмитрия, еще, который осуществился заранее, осуществлялся, это он, ну, о многом уже сам по себе свидетельствует. Я думаю, что если вы немного расскажете о себе, нашим зрителям, слушателям, они, будет это интересно и важно знать. У вас довольно серьезное образование. МГИМО, дипломатическое, гуманитарное, я так понимаю. Есть еще экономическое. Да, после того, языки английские, китайские, да? Да, английский, китайский, именно так. Это немало в плане такого, да, гуманитарного развития. Плюс экономическое. Да, ну, еще в области биоэтики, специализированное образование. А вот вы с детства в вере воспитывались или пришли позже? Кто ваша семья, родители, вот в чем вы возрастали с детских лет? Ну, родители у меня из сферы, можно сказать, искусства, потому что они архитекторы по образованию. Так получилось, что вся наша жизнь домашняя, она была буквально окружена книгами. Книгами по изобразительному искусству. У нас были прекрасные книги по иконописи. Все это с детства, оно было, и, конечно, не проходило мимо меня. В Москве, в детстве. Конечно, в Москве, да, я родился в Москве. И, конечно, вот эта вот среда, связанная с высоким искусством, она очень сильно повлияла. У меня, конечно, мои большие друзья были книги. Вот. И с детства я спрашивал своих родителей о вере. Я был не крещён. Вот. Мои родители были крещённые, но я был не крещён до 12 лет. В 13 я принял святое крещение. То есть в сознательном возрасте это было моё личное решение, мой личный выбор. Вот. И родители, они к вере относились хорошо, скажем так, никто мне никогда не отвращал от церкви. Но и не было такого, скажем, и глубокого церковления, семьи. Опытом воцерковления они не могли поделиться. Не могли совершенно. Потому что это была обычная советская семья архитекторов. Другое дело, что у бабушки были древние дворянские корни. И наш род, как я узнал после 91-го года, она мне открыла это всё. Наш род всегда был очень близок к церкви. Это был род Раевских, наш, так сказать, известен достаточно. И для меня вот это вот моё жизненное определение, оно как раз совпало с тем, что я решил принять святое крещение в 13-летнем возрасте. А мысли движения к служению уже, понимание того, что Господь, вероятно, призывает к церковному служению, они когда сформировались? Меня позвали в алтарь. Было так, что один из священников, увидев мою, так сказать, широко раскрытые глаза и, так сказать, направленную, так сказать, на... Ну, взгляд, направленный на священников, на служение, ну, как-то он меня приметил. Это в каком возрасте? Это было как раз уже в 15 лет. Ну, подростковому, сходу. Да, подростковому, да, да. И меня позвали после службы. Вот, познакомили с настоятелем храма, архистратега Божия Михаила Тропарева, протерин Георгием. Вот, и так началось мое алтарное служение. Потому что я понимал прекрасно, кто меня позвал, и понимал, что второго приглашения может не быть. Вот, как и апостолов, да, Господь часто, иди за мною, а там уж сам решай. Ну, идти или не идти. Поэтому я второго приглашения не ждал, а с радостью стал ходить в алтарь. Конечно, это здорово ослажнило мой учебный процесс, но дало мне гораздо больше. Но это же уже далеко не советские времена были, да? Это был уже 94-й год. А, ну, уже новейшее время. Да, разгул, так сказать, нового времени, скажем, в Советском Союзе. Ну, да, лихое время. Лихое время, да. Вот, и для меня это было всегда, учитывая, что учился в МГИМО, была такая гавань, тихая гавань. А почему МГИМО, почему дипломатическая? Так случилось, потому что у меня всегда была тяготиня к языкам. Может быть, наследственная у нас. Тетя моя владела 11 языками. Вот, и хотелось заниматься работой, связанной с людьми. А дипломатия, она напрямую предполагает такую работу. Знание, изучение китайского языка, это тоже из определенного интереса к Китаю, к его культуре? Это воля Божия, потому что нам назначали язык. Назначали? Да. Было распределение языков. В самом первом собрании после поступления в ВУЗ тебе говорили, какой у тебя язык будет. Арабский, японский, урду или китайский. И многие, вот я помню из этих языков, которые у нас были на курсе, вот, я был счастлив, что китайский, потому что это, конечно, колоссальный пласт культуры, это бездонное море, вот, с точки зрения познания, интереса, да, вот, и, конечно, было очень интересно учиться. И это вот так языки назначались фактически механически, как-то автоматически, без учета интереса? Я думаю, личные особенности учитывались, конечно, и пожелания учитывались, да, что вот языки Востока, человек хотел бы изучать, не хотел, конечно, нет, это было, но все же распределение присутствовало. Видно, еще остатки были советского времени тогда. Ну, Китай может четвертым римом сделать или это утопия? Господь удивительным образом делает, дает свободу людям, и путей Божьих очень много. Я не исключаю, что есть и путь православного Китая. Это в том случае, если рядом, скажем так, дряхлеющая Византия, которая находится рядом, если она вспомнит о своем назначении, апостольском назначении, как в свое время Византия забыла о кочевых племенах берберов, которые ходили рядом, и не стала их просвещать, и в конце концов была и завоевана. Также и здесь мы должны помнить, что рядом с нами вот они, наши потенциальные китайские братья, отец Ван, отец Ли, да. Ведь когда ты видишь православных китайцев, ты понимаешь, что, во-первых, они очень убежденные люди. Если китаец уверовал, с его прагматичной натурой, с его потребительским отношением к миру, если китаец уверовал, это на всю жизнь. Вот. Он будет твердо стоять на своих убеждениях. И примером этого мы знаем, это икона, может быть, вы знаете, 200 китайских мучеников. Это мученики, которые погибли во время боксерского восстания Хэтуани в Китае, и были канонизированы. Множество людей отдало свою жизнь за Христа. В Китае же ни одно гонение было. И гонение и на католических, на католиков, и на других христиан. К сожалению, там больше же католики миссионерствовали в бывые столетия, насколько я понимаю. Да, там католицизм достаточно сильно происходит. Вообще сейчас в Китае... Но жестокие гонения, очень жестокие были. Полностью вымарывали фактически христиан. Особенно вот боксерские восстания были явно направлены против религии как таковой. И, конечно, очень много было убито христиан. Но сейчас в Китае, чтобы мы понимали, какая это страна, сейчас в Китае... Я разные цифры слышал, там закрытая статистика. Но от 200 до 400 миллионов христиан. Немало. 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 Учитывая, что христианство... Что-то... Но прежде всего это протестанты, это люди, которые исповедуют и тоже католичество. Но есть и православные. Есть и православные. Слушайте, вы очень большую цифру назвали. Это интересно вообще, как оно на самом деле это все там. Мы, к сожалению, не можем ее проверить. Но нам называли более-менее документированную цифру. Это 40-50 миллионов христиан. Но я уверен, что их больше, конечно же. Некоторое время назад, я сейчас что-то уже запамятовал, сколько лет, отец Дмитрий, даже у него был проект организовать в Москве такую китайскую миссию православную. И даже мы собирались, пара китайцев появлялась, которые должны были тоже вроде как миссионерами и переводчиками выступать. Но потом, прежде всего, по финансовым, по-моему, причинам как-то это развитие не получило. Хотя вот отец Дмитрий тоже у него такая инициатива была. Вообще, отец Дмитрий, он китайской культуре с очень тоже большим уважением, интересом относился. Достаточно посмотреть, сколько сегодня китайцев до пандемии ездило в Троице Сергию Лавру. Это было что-то уже, да. Да, но они с большим интересом смотрят. И вопрос, кто он проводит экскурсии. Если собственный гид, это одно дело. А если проводить экскурсию с миссионерским содержанием, мы можем получить совсем другое. Они с такими широко раскрытыми глазами. Там стоишь возле мощей, молишься, и вдруг один заходит и смотрит на тебя с большим удивлением. Но сейчас, конечно, да. Сейчас нет этого пока со всей этой пандемией. Но интерес ваш к биоэтике, он когда, как проявился? Вот к этим темам, которые, собственно говоря, привели вас вот в эту комиссию и к отцу Дмитрию, видимо, в том числе. Ну, собственно, это деятельность Центра Жизнь, который был первым центром в России, можно сказать, в Советском Союзе, который занялся вопросами защиты жизни нерожденных детей. Вообще их статуса, правового, человеческого, морального, нравственного. Потому что мы понимаем, что ребенок имеет, как христианин, что ребенок получает бессмертную жизнь, бессмертную душу от самого Творца. И это происходит с зачатием, иначе бы мы не праздновали зачатие, да, дни не строили бы монастыри в честь этих событий. Иоанна Предтечи. Конечно, Зачетевский монастырь, например, да. И вот, конечно, меня коснулась эта тема именно с приходом к вере, с приходом к Христу. Вот, мне очень глубоко тронул фильм «Безмолвный крик», который тогда можно было посмотреть. И так получилось, что я стал уже часто более-менее соприкасаться с отцом Максимом Обуховым. Ну, а через него мы познакомились с отцом Дмитрием Смирновым. Да, «Центр жизни» — это такой, можно сказать, эпохальный проект, в главе которого идеей навсегда был отец Дмитрий. А отец Максим Обухов, он, конечно, один из тех людей, который в практике существования, организации «Центра жизни» больше всех, наверное, тоже потрудился. А отец Дмитрий еще ведь был один из первых пастырей, которые бескомпромиссно совершенно начали эту тему озвучивать. Сперва с проповедей, а потом уже средствах массовой информации с конца 80-х, начала 90-х годов. Отцу Дмитрию, да, до сих пор еще предъявляют претензии некоторые за его якобы чрезмерную резкость. А тогда это звучало в особенности, ярко, не знаю, обличительно в особенности, потому что до 90-х годов эта же тема вся была заретуширована, замазана. Большинство народа вообще не понимало, что творит в этом смысле. А тут вдруг очень жесткое, обличительное слово. Да, да, и отец Дмитрий всегда подчеркивал, что именно советский период, при том, при всех его плюсах, там, определенной морали, которая присутствовала, он очень сильно изуродовал семью. Именно семью. Потому что мы знаем, да, что, как вот было написано в книге о вкусной и здоровой пище, что советская власть освободила женщину от непосильного домашнего труда и пересадила ее за руль комбайна, за ткацкий станок. Это 1953 год, по-моему, написано. То есть показано, да, вот это вот на самом деле уничтожение, при том, что нужен был труд, все понятно, да, но все же, все же назначение и самая лучшая работа женская, да, это быть матерью. Но вот это вот, к сожалению, не подчеркивалось, так сказать, и не поощрялось. На самом деле, многодетно, ну, там двое детей, это было, так сказать, очень уважительно к этому относились. Трое было гражданский подвиг, а четыре это уже сумасшедшие. Уже и родство. Вот, и да, и то есть уже больше четырех даже общество не поощряло. Вот именно с подачи, конечно же, к сожалению, государства. Пять миллионов абортов была официальная цифра. Сегодня нам пытаются как-то убедить нас, что их меньше, этих абортов. Но я вам одно хочу посоветовать всем, кто хочет проверить, пусть зайдут в Яндекс.Директ и посмотрят количество в год запросов на аборты, все ассоциированные с ним, так сказать, понятия. И увидите реальные масштабы этого явления. Вот, и по данным того же, значит, Леонида Огуля, нашего известного врача и общественного деятеля, вот, статистика абортов сегодня в Минздравовской некорректна. Некорректна. Она не отражает реального количества абортов в нашей стране. Тогда это было пять миллионов, тогда советская власть признавала эту цифру. Но деятельность центра жизни отца Дмитрия и восподвижников этой области все-таки помогли как-то, число, сократить в какой-то степени? Конечно, конечно. Уже не раз прозвучала в СМИ история про чемодан отца Дмитрия с копиями свидетельств о рождении. Но были миллионы листовок, были миллионы единиц этих дисков с фильмами, с макетами социальной рекламы. Очень много прошло социальной рекламы. Я уверен, что количество спасенных детей исчисляется сотнями тысяч, благодаря этой работе. Только Бог знает подлинную цифру, но мне приходилось держать на руках детей, рожденных благодаря отцу Дмитрию и отцу Максиму. За 30 лет активной противоабортной деятельности, где-то около 30 лет можно рассуждать, пройден такой путь немало и много сделано. Но какова сейчас ситуация? Ведь и общемировая ситуация, вся эта пандемия и так далее. Но сравнительно недавно информационные средства массовой информации пестрели сообщениями о том, что в Польше происходит. Где там разъяренные феминистки, или кто кричали, что они имеют право на аборт, и государство не может им пытаться это запретить. У нас тоже картина какая-то явно очень непростая. Потому что периодически то какие-то законы пытаются принять в отношении семьи, то вроде их отводят. Ну, очевидно, борьба продолжается. С вашей точки зрения, как человека наиболее осведомленного в этой области, в том числе в информационном ее освещении, сейчас что мы имеем, что происходит со стороны государства, общества и как церковь на это реагирует? Сейчас, конечно, государство наше сталкивается с атакой на семью. И вообще надо здесь понимать саму сущность семьи, сущность государства. Тут, если говорить простым языком, есть понятие, скажем так, линия обороны, так сказать. У нас вот есть наша личность, наша личная свобода, есть семья, а есть государство. И вот говорят, что есть три рубежа. Государственный рубеж, государство создается для чего? Для того, чтобы дать нашему народу возможность жить в благоденствии, рожать детей, быть независимым, хранить свою веру, свои традиции. Вот для этого создается государство. Оно защищает всех нас, всю совокупность семей, находящихся в нашей стране. Но если, например, государство каким-то образом, предположим, теряет свою мощь, свою силу, поддается действию внешних факторов, для нас не секрет, что, так сказать, на российскую действительность могут влиять зарубежные влиятельные неправительственные структуры. Например, проводить у нас программы, так называемые, полового просвещения, которые развращают детей там, да, или заниматься, так сказать, пропагандой извращений. Этим тоже занимаются структуры, которые каким-то образом попадают в нашу государственную систему и через нее, через систему образования ведут эту работу. Это вот первый рубеж, он уже пробит во многих местах. Вот следующий рубеж — это семья. Семья, которая называется вторым Евангелием еще, потому что она хранит вот этот вот образ Пресвятой Троицы, как говорил святой Григорий Низкий. Вот семья, она отражает его, естественно, и поэтому она тоже подвергается атаке, чтобы разобщить мужа с женою, родителей, детей, разорвать их, созданное Богом единство, разбить этот образ на части, как зеркало, расколоть его. А следующий этап, люди должны это понимать, следующий этап — это личная свобода. То есть семья стоит на страже личной свободы человека. Вслед за разрушением семьи идет разрушение личности человека. То есть он становится незащищенным, становится, скажем, свободным объектом атаки, вот этих вот злых сил. И поэтому, конечно, сегодня у нас ситуация непростая. Не скажу, что государство целиком, так сказать, каким-то образом порабощено. Нет, в нем очень много здоровых сил, и мы это чувствуем. И очень много людей, которые находятся во власти, они искренне разделяют и традиционные ценности. Но мы имеем и сильный, к сожалению, вот этот вектор такой вот, нацеленный на разрушение и традиционного государства, и семьи. Существование вашей комиссии при Московской патриархии, оно заметно для государства, для общества, для светских средств массовой информации. Ваше мнение как-то учитывается, оно имеет возможность присутствовать, воздействовать, влиять, например, на депутатов Государственной Думы, на тех или иных чиновников? Ну, это не мне оценивать. Но как вы сами ощущаете? Тем не менее, когда мы вместе, по словам нашего святейшего патриарха, когда мы вместе со всеми конструктивными силами в администрации президента, в общественной палате, в Государственной Думе, когда мы не разделяемся амбициями, там, кто больше патриот, там, или меньше, когда мы объединяемся ради, например, того, чтобы защитить наших детей от 24-часового закона об отобрании, да, в течение 24-часового судебного отобрания, то оказывается при всех усилиях, так, лоббистских усилиях определенных сил, все же, вот, и благодаря письму святейшего патриарха, которое стало таки переломной точкой, мы получаем как раз то нужный, так сказать, результат, и это все совместное усилие. Комиссия здесь, конечно, тоже предлагает и очень много усилий в средствах массовой информации, и в правовой сфере, вот, но все это делается совместно, и именно когда совместно, то мы получаем вот этот удивительный совершенно результат. И мы очень сейчас надеемся на то, что удастся многие негативные тенденции в нашем обществе переломить с Божьей помощью и молитвами нашего святейшего патриарха, и усилиями всех нас. Вот хочу о чем еще поговорить. Внутренняя политика церкви в плане семьи, она как вообще формируется, или должна формироваться, или, может быть, нужны все ли, скажем так, способы, методы работы с людьми, с прихожанами, с молодежью, с молодыми семьями, с многодетными семьями выработаны ли, или это нуждается все-таки еще в какой-то серьезной, и первоначально, может быть, еще и в осмыслении даже, даже, может быть, в каком-то богословском таком, практическом, социальном. Я еще почему на эту тему заговорил? Я как священник по исповеди знаю, что современная мама многодетная, православная, а некоторые даже удивительные люди есть, которые, имея несколько своих детей, еще и стремятся взять в семью сирот, но нагрузка на современную маму, она очень часто чрезвычайная, она, можно сказать, превосходит какие-то элементарные психофизические силы, женские и материнские, но это по объективным причинам, потому что, ладно, ну, мы говорим все-таки про Москву, не про сельскую местность, это обычно малая какая-то ограниченная живоплощадь, это достаточно небольшой доход, это проблема с тем, что общество совершенно не устроено, не приспособлено к большому количеству детей, если ты там даже куда-то идешь устраиваться в секции кружки, или на аттракционы, далеко не везде тебе еще и скидки сделают, и дело даже не в этом, опять же, я повторюсь, вот эта вот нагрузка, она часто выплескивается, или выражается, точнее, у женщины в неком таком, ну, в том, что она в состоянии некой загнанности, в том, что она в состоянии такого психологического дискомфорта, ее борет раздражение, ее борет часто несдержанность, что отражается и на детях, вот, что здесь мы, как церковь и общество, тоже должны были бы делать, как эту ситуацию, выражаясь современным языком, оптимизировать, как смягчить, улучшить, сделать более комфортным жизнь многодетных мам, в первую очередь, конечно, православных наших. Ну, тут два вопроса, да, вот? Наверное, да. В отношении первого, хочу сказать, что, конечно, в церкви есть четкая политика в отношении семьи, и она изложена во многих церковных документах, но самое главное, что сегодня семья — это основа прихода. Вот, говоря, так сказать, вот простым языком, приход не может состояться без и семьи священника, и семьи... У вас шестеро, да? Шестеро, да, да, да. Еще, подчеркиваю, без нормальной семейной обстановки, потому что, по большому счету, приход — это союз, это малый союз семей. Вот, и горько бывает, когда мы видим пожилых, например, там, да, только пожилых на приходе, или мы видим попытки молодежи прийти как-то там найти свое место, они места не находят. Вот все это сразу же становится на свои места, если в центре прихода большая группа молодых семей, там всем найдется место, и молодым, и пожилым. Но основа — это молодые и, конечно, многодетные семьи. В принципе, семья, она по определению, конечно, многодетные, но я имею в виду тому, что человек, чтобы не препятствовал рождению детей. Но могу одно сказать, что сегодня действительно семьи находятся в тяжелом положении, и ситуацию эту создало наше общество. Еще, сказать, в советское время было как бы заложено то, что у нас, сказать, даже формат проживания, мы с вами задумываться надо, лестничная клетка, так сказать, квартира, да, как таковая, вот формат жилища в квартире, это временное жилище. Вот исторически... Заключение некое, вместе с детьми. Да, совершенно верно. Во многих сейчас так и чувствуют, что вот, особенно, когда какие-то вводятся карантинные миры, люди чувствуют себя в тюрьме, в городе, именно в городе. Вот почему? Потому что город всегда был временным местом проживания. Это было место, где ты работал, служил, квартира, это было не жилище, это было временное проживание. Но, так как советская экономика была такой мобилизационной, нас всех поместили на постоянном основе во временное жилище. Даже хрущевки, это в принципе было временное жилище. По концепции свои, почему они потом и приходили в негодность через определенное время. Поэтому путь наших семей сегодня, это, конечно, расширение своего присутствия не только в городском формате, но и вне города. Многие сейчас скажут, ну а как же вот, так сказать, учеба, как же это дело в том, что от нас зависит. Где мы находимся, там находится и инфраструктура. Если пойдет массовое движение семей из города, то появится и необходимая инфраструктура. Но я вижу уже сегодня, что вот в спутниках, в городах-спутниках Москвы около них складываются и школы, складываются и места, где можно детей учить и фермерскому хозяйству, и спортивным мероприятиям проводить. Прекрасно совершенно. То есть надо внутренне немножко уйти из городского формата. Это с точки зрения вот современного человека. Но учитывая, что большинство, конечно, ситуации, которые вы описали, это городские ситуации, надо, чтобы на приходе люди чувствовали себя, как дома. И задача нас, священников, вот этим молодым семьям создать, во-первых, среду общения. Они очень ищут верующих, таких же родителей, детей, с которыми можно обсудить какие-то актуальные, важные вопросы. и здорово, когда дети находят друзей на приходе. Даже ради друзей, я замечаю, малоцерковные родители, молодые семьи, приходят ради того, чтобы пообщались с детьми между собой. А детям хорошо вместе. И это замечательно, если на приходе создана такая среда. Вот это наша задача прямая, чтобы ребенок чувствовал на приходе, что это не развлекательное место, это особое место, где его душа встречается с Отцом Небесным. Вот здесь эта задача, она, наверное, очень непростая. Тут парадокс в том, что вот эта мысль, что город — это ну, некий, да, тупик фактически, путь в никуда. И надо как-то из города выбираться, находить другие формы жизнедеятельности. Но здесь парадоксальный момент еще в том, что 30 лет назад, когда церковь получила свободу, не случайно такую аналогию любили приводить, что вот в древности, там, в первые века христианства, церковь была сосредоточена, прежде всего, в больших городах. И 30 лет назад у нас то же самое ведь начало происходить. Крупные общины, приходы, пастыри такие заметные, вот как отец Дмитрий же. Это же или Москва, или областные центры, ну, там, не считая, Санкт-Петербурга. Вот. А в деревнях, в сельской местности совсем картина-то другая, она более печальная была, да еще до сих пор так и остается, потому что крестьянство, как культурный слой, было уничтожено. Поэтому сейчас, если посмотреть на сельскую местность, где есть храм, не везде даже они восстанавливаются, потому что не везде востребованы. Есть, да, священник, порой может быть вполне духовный, талантливый, но вокруг него группируются далеко чаще всего немолодые люди. Это какой-то костяк поживое население плюс дачники, которые, да, бегут на лето в основном для сезона из больших городов, но какого-то серьезного массового движения в деревне все-таки нет. Я, может быть, не очень точно здесь формулирую, есть оно определенное, многие люди как-то туда все-таки стараются перебираться из города, и это есть, но я бы сказал, нет четко какого-то оформленного и освященного церковью движения из городов. То есть, чтобы выбраться из города, надо же не утратить связь с общиной, с церковью, или надо на новом месте сформировать эту общину, именно чтобы было собрание настоящее, а то ведь до сих пор, опять же, приводя пример отца Дмитрия и других его тоже друзей, пастырей, ведь у нас же приход, начиная с того времени, 30 лет назад, формировался фактически не по территориальному признаку, а по признаку того, что к отцу Дмитрию стекались его духовные чады. Сейчас, может быть, немножко ситуация меняется, но все равно это еще по инерции основной принцип формирования приходской жизни в больших городах. А в сельской местности мы видим, что я уже... Батюкино огромное сердце, оно и было главным светочем, на который все слетались. Потому что место находилось для всех, да, это правда. я просто долго вопрос, даже не вопрос на рассуждение формулировал. это скорее даже не вопрос, потому что, да, движение из города, но, видимо, церкви надо задуматься, как эти движения, какие формы находить и церковной жизни, если это движение будет осуществляться. Это непростая отдельная задача. И в заключение уже, нашей беседы вернемся к теме операция преемника. Отец Дмитрий вам как-то вот успел объяснить, да, показать, научить, как этой всей громадиной, махиной, приходской, общинной управлять. Вы понимаете, вот, с чем вы, во главе чего и с чем вы столкнулись? Батюшка мне четко совершенно поставил акценты, когда мы с ним долго-долго беседовали, вот у него дома, когда он уже с трудом ходил, вот мы с ним очень долго беседовали, он всегда, говорю, основа это люди, любое хозяйство, любая инфраструктура наполняется людьми, и я вижу в этом его такое и завещание, и пример его личный, он действительно всегда жалел людей, всегда любил людей, и это любовь и главное, что создавало этот приход, поэтому я, сказать, свою скромную задачу вижу в том, чтобы эта любовь не угасла, а приумножилась, чтобы это было видно не только, сказать, в каких-то, может быть, улучшениях приходской жизни, там, да, или там каких-то мероприятий приходских, чтобы этот свет проходил через всех нас, через братьев, служителей, сослужителей, то, что священники основа прихода, если мы не будем солеными с вами, если мы не будем, любовь от нас не будет исходить, то мы не сможем, вот продолжить дело отца Дмитрия, поэтому моя задача, чтобы братья у нас горели, да, вместе с нами и будут люди обращаться к Богу, поэтому все это дело совместное, и об этом батюшка тоже говорил, он дорожил всеми людьми, которым он послал Бог на его пути, особенно священниками, он о вас отзывался, ну, как о вот своих, наверное, произведениях искусства, которые он очень ценил, вот это вот, вот это вот, вот такая особенность, вот это такой человек, вот, и ты понимаешь, как надо относиться, ты всегда должен относиться с позиции того, что у Бога все гораздо и сложнее, и проще, что человек всегда должен сверять себя именно с ним, не с каким-то авторитетом на земле, там, да, а именно с ним, как мое сердце, вот оно вот, видит в человеке образ Божий или видит то, что вижу только я, вот, поэтому очень важно нам всем исполнять его завет и любить людей, открывать двери, открывать возможности для реализации каких-то своих, там, разных у людей есть разные желания, интересы, чтобы все это было посвящено самому главному спасению души человеческой. Тогда мы, я думаю, и исполним батюшкину завет и их приумножим. Сложно, непросто, но с Божьей помощью это возможно исполнить. Я чувствую помощь батюшке, его молитву укрепляющую. Иногда приходят очень его мудрые мысли, которые он говорил, я вот не свои вспоминаю, а его мысли, и это очень помогает сегодня управлять приходом. Да, любовь отца Дмитрия, она, несомненно, проявилась и в том, что он заблаговременно озаботился о преемстве этого всего дела, и дорогие наши зрители, слушатели, братья и сестры, просим ваших молитв и обо всех нас, и в первую очередь об отце Федоре, ныне настоятели храмов и благоовещения, действительно, митрофана Воронежского, вот, кого действительно отец Дмитрий своей любовью премудро постарался подготовить в преемнике и с Божьей помощью и вашими же молитвами думается, это преемство будет осуществимо и уже осуществляется, и действительно вам сил, крепости, мудрости, умножения пастырской любви в этом деле, в делании, а мы тоже будем стараться в меру сил, каждый на своем месте дело отца Дмитрия, именно дело Христовой любви, на самом деле, которое в отце Дмитрии так зримо для нас находило выражение, в какой-то степени продолжать стараться. Просим ваших молитв. Спасибо за эту беседу и храни всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok